Здравствуйте! Это программа интервью в студии Татьяны Потанина. Приближается День Победы и уже в Красноярске и других городах России стало доброй традицией, что в этот день по улицам Красноярска и других городов проходит бессмертный полк. Как в этом году будет организована эта акция у нас в городе, будем сегодня разговаривать с нашим гостем. У нас в студии Серафима Семеновна Аксель Рот, руководитель движения «Бессмертный полк России» в Красноярском крае. Здравствуйте! Ну вот расскажите организационные такие моменты, которые сейчас очень интересуют тех, кто хочет принять участие в этом шествии. 9 мая с 12.30 до 13.30 сбор на проспекте Мира при пересечении с улицы Дзержинского, как и в прошлом году. Если даже нет фотографии, да я ее видела и в предыдущие года, просто написаны фамилии, года жизни, порой даже звания, но вот фотография не сохранилась как-то, допустим. Тоже идут люди. И вообще это день победы, и в общем-то в этой колонии все могут идти. Нет никаких ограничений? Никаких ограничений, конечно. Ограничения только, чтобы без политических плакатов, без флагов партийных каких-то политических организаций. Если кто-то желает принять участие в этом шествии, нужно просто прийти в назначенное время, в назначенное место. Как, где сделать, изготовить штендер? Есть какие-то требования? Так, по опыту прошлых лет, изготовлено тысяча штендеров. Кто может эти штендеры бесплатно получить? Бесплатно, только по пенсионному удостоверению. Малоимущие люди. Но есть вариант, честно признаемся, да, что может и не хватить тем, кто по пенсионному. Хватит. Хватит, да? В прошлом году даже остались. Хорошо. Вы сами принимаете участие? Идете с портретом? Да, да. Чей портрет вы несете? Я, мои родные, так я оговорку сделаю, потому что у меня есть младшее поколение и внуки в том числе, они несут фотографии прадедушки и прабабушки. Я еще же отвечаю организационно, какие-то вопросы решаю. Но я очень люблю фотографировать, поэтому я забегаю вперед, там и в общем еще очень интересное. То есть они несут фотографии ваших родителей, да? Да, да, да. Вы принесли показать, расскажите, пожалуйста. Да, вот Шкарова Лидия Федоровна, старший лейтенант медицинской службы. Вот фотография сделана буквально в июне 41-го года, когда она уходила на фронт, она сфотографировалась в Красноярске. А это мой отец Мерзликин, Семен Федотович, вот он здесь уже фотография, ведь он офицер, с медалью за оборону Сталинграда. И вот мама, кроме медали за боевые заслуги, еще и за оборону Ленинграда была награждена. Еще есть одна маленькая фотография, это оригинал, я так понимаю. Да, да, это оригинал. Они и отец, и мама здесь вместе, вот как раз с медалями. Сделана она в 44-м году, А встретились они уже в армии Рокоссовска, когда наша армия погнала немецкие войска уже за пределы страны. И вот эта фотография 5-го октября 44-го года в Польше была сделана. А у вас она в семейном так альбоме и хранится, или у вас откуда она появилась? Да, это все сохранила семья, у нас оригиналов несколько, и мама, и сестрами своими. То есть достаточно фотографий, все храним. И медальон, который мама привезла с фронта, медальон, я имею в виду, где хранилась записка. Правда, у нее там были иголочки в швейной машине, которая лежала. То есть она там хранила иголки для того, чтобы что-то подшить? Да, я не обращала внимания. Это когда я поисковой деятельностью уже занялась. Я тогда поняла, что это же солдатский медальон. И скорее иголочки разбиться вытащила. И это теперь как реликвия хранится у нас. Вот как школьники встают в этот строй? Вы предлагаете, приглашаете, обязываете, может быть, кого-то, чтобы потом прониклись? Ну, во-первых, коль у нас есть музей, да, и вот они приходят в музей, и мы всегда спрашиваем, что они знают о своих родных. И ребята приносят фотографии, то есть и беседы бывают, приносят не только для, допустим, Бессмертного полка. Бессмертный полк ведь все-таки сравнительно недавно появился. Музей у нас с 85-го года. И ребята много рассказывают о своих родных. И уже потом мы предлагаем, ребята, а вы пойдете, и спрашиваем, разумеется, вы пойдете в строю Бессмертного полка? Многие школьники незнакомы лично с ветеранами. Как они могут прочувствовать это и искренне пройти? Когда мы говорим с ребятами, я говорю, «Ты живешь на этом белом свете? Значит, в годы войны у тебя кто-то жил? Или это был ребенок войны, как он пережил войну? Или трудился на поле, в колхозе? Или на заводе? Ты поговорил с родными? Значит, в годы войны твои родственники чем-то занимались. А вот как это происходило? Как они пережили войну? Вот об этом поговорите». А дети интересуются этим? Да. Вам вопросы задают? Или в поисковые движения вступают? Да, в поисковые движения. Сейчас больше и больше отрядов тоже. 22 числа поехало у нас 100-124 человека. Куда они отправились? 21-го в Волгоградскую область. А значит, поехали сейчас с единым поездом до Москвы, а там в Старую Русу, под Ржев и под город Белое, где вот 78-я, 119-я дивизия воевала. Под Старую Русу там 44-я бригада. Это я по воинским соединениям, а ведь наши красноярцы были в разных же воинских соединениях. А вы когда-то 9 мая праздновали, скажем так, встречали где-то не в Красноярске? Да. Везтили в бессмертный полк, может быть, в других городах? Я 9 мая не встречала с 1990-го по 2009-й год, потому что каждый год была на вахте памяти. Но вы не жалеете, что на параде не были? Ну, мы успеваем быть на параде в Москве, но в парад мы не входим, но, во всяком случае, иногда присутствовали, а иногда в поезде, к сожалению. Все-таки о фотографиях, которые в руках несут не своих родных, вот какие случаи, ну, возможны? Чьи фотографии они могут нести? Вот я знаю, что волонтеры предлагали какие-то чужие портреты пронести. Вот для кого, так скажем, эта услуга? Я сейчас объясню. Обращаются, я знаю, что волонтеры, сын одного из погибших участников войны, 119-й дивизии, потому что он к нам обращался, он на правом берегу, он сам не ходит, у него нет родных. И волонтеры Победы брали у него фотографию, но я знаю, что ребята волонтеры... Но все-таки к вам обращаются, да, и в школы обращаются, но это обращаются те люди, которые сами не могут прийти. Да, да, вот я пример привела. Но вы считаете, что здесь тоже ничего страшного? Я считаю, что это ветеран, что погиб тогда-то и 119-я дивизия, я... естественно, мы написали все это. А то есть вы в этом тоже не видите ничего страшного, что могут чужие портреты принести? Ну, просят родственники, просят. Хорошо, есть у вас какие-то данные, и вообще считаете ли вы участников вот этого шествия бессмертного полка? Значит, сейчас, вот последний год было до 40 тысяч. 40 тысяч. Может быть, большого прироста не будет, потому что все-таки уже достигла определенные цифры. Это в Красноярске 40 тысяч? Да, только в Красноярске, учитывая, что по районам есть свои тоже. Кто далеко не может ехать, они для них устраивают где-то поближе. Но по районам я знаю, что правый берег тоже проходит. Конечно, главное шествие это вот здесь, по проспекту Мира. Вот. Если говорить про край, я видела, конечно, фотографии. 15 человек там, или, ну, я примерно говорю, ребятишки впереди идут. У них даже, у кого-то штендеры, кстати, у наших людей, которые тоже идут по проспекту Мира, несут просто вот в рамке, никакого не штендера, прямо в рамке у груди. Вот это тоже очень трогает. Буквально, да, как будто вот со стены снял, да, человек, или с комода, и вот так прижал и идет с этой фотографией. То есть разное есть. И я знаю, что в крае проводятся, потому что я просматривала фотографии, бессмертный паук по районам, вот, за всей деревней не скажу, но я говорю, вот, буквально, вот, идет 15 человек. Для вас конкретно и лично вот это шествие в Красноярске, вот, как для руководителя, просто как для участника, для вашей семьи, может быть. Почему для вас важно это пронести, и ваши дети, и внуки ходят? Вот это такое эмоциональное воздействие, я даже, понимаете, вот я, что это такое, вот это видишь, да, я фотографии, когда сейчас заново открывала и в течение года смотрела по районам, вот у меня комок в горло. Вот это, это, конечно, это здорово, что это шествие сейчас. Ну, что вы чувствуете, когда видите портреты ваших родителей, вот в этом полку в огромном? Ну, вообще, конечно, я рада, что они своими глазами, так уж будем верить, видят и своих внуков, видят, что их, и понимают, что их не забыли, ну, и все равно люди же смотрят, я имею в виду не те, кто идут, они не туда, да, они с другой стороны смотрят. Вот стоит очень много людей вдоль дороги, на тротуарах, и я, когда снимаю тоже, я снимаю всех, и вот я всматриваюсь в лица, кстати, узнаю наших выпускников, подхожу тогда и говорю, а вы знаете, это же вот он в 19-й школе учился, у нас есть фотографии в музее, вот, знакомые лица вижу, поэтому, конечно, каждый по своим квартирам сидел и понимал, да, тысячи, вот у нас тысячи, миллионы погибло, а тут вот они все вышли, и вот эти масштабы и гибели, но и масштабы памяти колоссальны, конечно. Спасибо большое, что пришли, подробно все рассказали, не только об организации, но и о сути этого движения. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Серафима Семеновна Акселерот, это руководитель движения «Бессмертный полк» в Красноярском крае, а я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова